вы смотрите передачу реновация и новостройки москвы мы с вами находимся на платформе дмитровская это савеловский район здесь вот находится видите там 2 хуторская за этими домами улица проходит там бутырская вот башиловская там соответственно ну и так далее да то есть улица савеловского района и как ни странно в савеловском районе в реновацию под снос попало всего 5 жилых домов это может вызвать действительно так сказать большое удивление потому что действительно савеловский район савеловского районе довольно много пятиэтажек в том числе и панельных блочных а вот и на в том числе на хуторских улицах и переулках да и на 4 вятском на на петровской разумовском старопетровском ну и на других улиц на башиловской улице тоже вот но видите как-то так получилось вот я не знаю с чем связано что только вот лишь вот пять жилых домов попало в реновацию всего ну по крайней мере мы говорим именно о сегодняшнем не вот 2020 годе по ну соответственно по решению 2017 года когда он принимался как раз собственно программа реновации поэтому естественно что наверное как бы только такие первопроходцы первые дома которые вот хотят снести здесь в этом районе но впоследствии наверняка конечно к ним добавится и другие дома и на сказать что из этих пяти домов один дом девятиэтажный то есть одна девятиэтажка вот она перед нами как раз и соответственно еще четыре пятиэтажных дома один кирпичный на 4 вятском переулке и соответственно три панельных дома на старом петровско-разумовском проезде вот и вот это вот девятиэтажка как ни странно вот это блочная девятиэтажка ну в принципе такие эти этажки москве около там несколько десятков попала в принципе в реновацию некоторые даже снесены уже вот ну хотя таких в общем то не часто попадает в реновацию и вот эта девятиэтажка по номерам 6 дробь 14 корпус 1 блочная тысяча шесть первого года постройки она вот как раз одна из этих пяти домов которые в савеловском районе здесь вот на севере москвы северном округ москвы попала в реновацию а вот опять девятиэтажка абсолютно такая же как это то есть вот это попало а вот та не попала видите как а за ней это по 2 хуторской улице 2 хуторская дом 6 дробь 14 корпус 1 то есть там за вот этим домом проходит 2 хуторская ну вот это попало а почему-то не попало ну вот так москве в принципе часто бывает то что по реновации какой-то дом попадает а рядом стоящие точно такой же принципе не попадает ну не знаю чем связано вот эта кисть девятиэтажка она не попала а вот метро дмитровская собственно будет конец бутырской улице там начинается дмитровское шоссе а вот видите строится комплекс д-1 жилой комплекс небоскребов 3 небоскреба строится и соответственно это вот перспектива для вот этих жителей вот этих домов которые будут носить то есть жили в этих домах ну а будут жить ну в чем-то подобном да вот мы в этот комплекс они конечно не попадут тоже коммерческая застройка ну вот принципе они могут видеть вот что их ожидает примерно такие вот дома ну может чуть пониже но в любом случае вот так что вот первый дом собственно я показал и так это вторая хуторская 6 дробь 14 корпус 1 но теперь на 4 вятский но это 4 вятский переулок ведь уже новый дом не так давно построили здесь и собственно там еще советские дома ну уже тоже довольно высотные вот и здесь в реновацию попал один жилой дом под номером 20 пятиэтажка кирпичная 1963 года постройки ну то есть принципе такая стандартная типичная пятиэтажка вон она как раз находится за этим вот домом да и собственно жители вот эти пятиэтажки которая попала под снос они могут уже более-менее представлять день представить жить вот таких вот дома как раз напротив этого дома находится 20 18 дом собственно вот уже перспектив не верен что он конечно будет такой скажем так малоэтажный не очень высокий возможно и повыше построить вон еще один новый дом ну тут несколько домов по 4 вятскому собственно вот уже новый дом ну вот где-то так вот примерно такие вот дома ну по крайней мере по внешнему виду ну по этажности может и повыше будет по внешнему виду вот примерно такие вот дома ожидают соответственно тех кто попал в реновацию вот она вся зелени скрылась эта пятиэтажка под номером 20 кирпичная здесь летят девятиэтажный дом но он не попал в реновацию по другой стороне вот там где магазин красное белое на первом этаже вот это как раз 37 дом как раз и попал в реновацию кирпичный дом сейчас еще посмотрим со стороны двора там он петровск-казумовский проезд уже и собственно окончание вот этого 4 вятского переулка и вот собственно вот этот дом под номером 20 вот он который попал в реновацию кирпичный дом и в общем вообще единственный кирпичный дом который попал в реновацию савеловском районе они только на этом переулке ну а кстати вот видите рядом стоит дом пятиэтаж но в реновацию не попал тоже вот вроде казалось бы да как-то вот этот дом 20 вот я здесь вот не знаю могут какой-нибудь кстати дом построить как знать все может быть вот видите эти этажка тоже кирпичная тоже тех же годов 60-х и вот видите она не попала попал вот это дом 20 как раз в реновацию так сейчас перейдем может еще отсюда посмотрим он прям весь зерень и укрылся что не знаю ну во всяком случае попробуем еще отсюда посмотреть ведь какая территория большая около этого дома зеленая он с собаками гуляет ну понятно ну вот здесь вот за деревьями к сожалению не не виды сейчас если конечно была зима то можно было посмотреть летом сожалению все в зелени скрылась ну в принципе стандартная пятиэтажка так что ничего в ней такого выдающегося совершенно нет напомнить 4 вятский привилок дом 20 ну и последние три дома которые попали в реновацию в савеловском районе находятся вот здесь между петровско-зумовским проездом и старым петровско-зумовским проездом это три панельных дома под номером 25 который различается только корпусами 25 корпус 1 корпус 2 и корпус 3 ну и числятся они по старому петровско-зумовскому проезду он находится фактически посередине особенно дом 25 корпус 1 непосредственно посередине ну а дальше другие дома 2 и 3 они выходят все-таки на старый Петровско-Казумовский проезд своими торцами. Ну и все эти дома, они одинаковые. Все это панельные дома, панельные пятиэтажки, типичные хрущевки, построенные в первой половине 60-х годов. Ну, если быть точнее, то с 62-го по 64-е годы. Вот они перед нами. Соответственно, вот это дом пятиэтажный, 25, корпус один. Вот это старый Петровско-Казумовский проезд. Шли просто по Петровско-Казумовскому проезду, а это старый Петровско-Казумовский проезд. И вот они, три дома стоят в ряд. Вот один дом, два, и за ним три, друг за другом. Ну, я говорю, торцами уходит как раз непосредственно на старый Петровско-Казумовский проезд. Сейчас подойдем поближе. Ну, вот они, три дома, да, более-менее понятно, о чем идет речь. Ну, типичные панельные дома здесь, все понятно. Вот это 25, корпус два. Вот это 25, корпус один. И, соответственно, следующий дом, это 25, корпус три. Ну, и, как я уже сказал, все эти дома были построены в 60-е годы. С 62-го по 64-й год. Недалеко здесь находится платформа гражданская. Ну, вот видите, все в зелени утопает. Здесь эти дома буквально все в зелени. Цветнички. Так что все очень красивенько выглядит. Ну, а, естественно, состояние самих домов, оно, конечно, отнюдь не такое, как их окружение, скажем так. Вот. Так они почти как дача смотрятся, конечно. Ну, как многие сейчас, в принципе, пятиэтажки. Ну, а, соответственно, конечно, уже начинка у них совсем не такая, как внешний вид. Здесь же, ну, такие пятиэтажки. Раньше была застроена практически все окраины Москвы. Вот. Ну, а теперь уже потихонечку от них избавляются, потихоньку от них сносят. И, конечно же, эти панельные дома, они попали в реновацию под снос. Ну, естественно, их реконструировать уже очень сложно, практически невозможно. С кирпичными-то еще какие-то варианты есть, а вот с панельными блочными, то, конечно, особенно еще первыми. Первый этап. Ну, первый этап уже практически снесли, вот, последний дом недавно на проспекте Маршала Жукова. Но все равно еще вот ранние дома, особенно такие вот, быстрые-быстровозводимые. С ними совсем практически ничего нельзя сделать, кроме как снести и построить что-то новое. Ну, вот так вот выглядит ситуация. Вот еще раз посмотрим. Это вот дом. Здесь хорошо видно, дом 25, корпус 3. Вот панельный дом. 60-х годов постройки. Ну, собственно, остальные дома, они, в общем, такие же. Даже по цвету они одинаковые. То есть, такие желтые дома, в принципе. Желтоватые, желтенькие дома. Ну, это точно такой же, в принципе, дом. Первый дом точно такой же. Вот, ну и пока отмечу, что, в принципе, реновация в Савеловском районе не началась еще. Ну, и поскольку здесь всего, в принципе, сносят 5 жилых домов, то как бы ради 5 домов, естественно, как-то начинать стройка, наверное, пока сочли нецелесообразным. То есть, пока тут еще ничего не началось. Ну, просто, скорее всего, потому что, да, я думаю, что это и так и есть, что просто слишком мало домов здесь попало в реновацию. Вот еще, посмотрите, 25, корпус 1 дом. Все, видите, в каком состоянии довольно таком тяжелом находится. Все, вот они так вот идут, три дома, один друг за другом. По-другому 25, корпус 1, 2 и 3. Ну, и когда тут насчет соревноваций, я не знаю. Будем следить за развитием событий.